всем доброго времени суток особенно подписчикам сегодня на обзоре у нас катушка с сайта aliexpress под названием king pro от компании kingdom как всегда покажем качество поближе укладку люфты разберем и проверим количество смазки и подшипников итак рассмотрим комплектацию поближе приходит катушка вот такой коробки с логотипом kingdom здесь у нас надпись king pro здесь информация 5 и 2 к 1 предаточные отношения идея плюс один подшипник заявлен здесь та же самая информация основная информация у нас нижней части та же самая информация по подшипникам передатки и поместимости наш поле в различных размерах я выбрал тысячный размер так как думаю она будет интересно тому кто хочет попробовать ультралайт так как заявленный вес 200 грамм и в этой цене конкурентов у нее не так много с таким вес но если на других размерах это комплектации у нас чехол инструкция соответственно сама катушка значит конструкция у нас взрыв схема и с этой стороны спецификация на китайском на английском чехол на липучке из неопрена такой довольно качественный чехол не как многие кладут просто в мешочки для того чтобы он был а такой действительно добротный чехол но теперь рассмотрим кальтушку давайте покажу внешний вид поближе вот таком серо-черном цветовом решении она выполнена и такие вставки петламутровые в стиле комплекта кинг про обзор на спиннинг у меня уже есть ссылочку оставлю если не видели давайте покажу вам поближе укладку вот так катушку укладывают так она укладывалась коробки ничего не регулировал по краям не доматывает я думаю будет видно но с другой стороны в этом ценовом сегменте многие катушки так укладывают при этом петели не кидают да и более дорогие катушки бывают укладывают также давайте покажу вам ход катушка не шумит ход довольно плавный и даже проворачивается подвесом ручки хотя в тысячном размере сами понимаете ротор ручка не тяжелый вот думаю будет видно давайте покажу вам по люфтам люфт-кноба небольшой есть такой технологический при вращении не ощущается если будете искать то его почувствуете люфт главной пары также совсем минимальный такой какой должен быть причем в ручке сочинения лифта нет совсем дома будет видно так как часто здесь ну у некоторых катушек присутствует люфт и многие его воспринимают за люфт главной пары в этой же все хорошо с этим ротор не люфтит ни в продольном непоперечном направлении ну и шток как всегда немножко шевелится в каретке по фрикциону начинает схватывать раз два три три вот таких неполных оборот то есть фрикцион довольно быстро теперь покажу вам размеры шпули и проверим вес катушки диаметр шпули порядка 42 миллиметров 41 с лишним и весит катушка с бэкингом и шнуром 207 грамм без шнура я извешивал она весит 201 грамм но шпули здесь глубокая бэкинга много поэтому вот как бы в готовом уже состоянии к ловле она весит 201 грамм что очень неплохо за эту сумму теперь давайте разберем катушку и проверим количество смазки подшипников начнем со снятия шпули вот таким образом она выглядит и посмотрим каким образом у нас устроен фрикцион фрикцион у нас карбоновый состоит из трех карбоновых и трех металлических дисков открыл я кнопок он оказался неразборный один подшипник я вижу не знаю будет ли видно вам в общем с этой стороны он точно есть со второй стороны мы посмотреть не сможем но вращается он хорошо поэтому если одного подшипника не досчитается то он скорее всего там чтобы дальше разобрать катушку необходимо снять вот такую стопорную скобу установленную в этом месте под трещотка и дальше достать шприц вот из этого места надеюсь будет видно если будете разбирать обратите внимание потому что устройство не совсем стандартная под шпули у нас вот такая система тоже довольно нестандартная вот такой крупный подшипник смазанная обильно думаю будет видно и вот таким образом все это выглядит собранном виде и у шпули вот посадочное место под подшипник и получается что вся шпуля вращается вот на этом крупном подшипнике не как часто сюда мелкие засовывают а вот на таком вот крупном что по моему мнению плюс и все это сделано для более плавной работы фрикциона гайка фрикциона откручивается у нас по часовой стрелке имейте это ввиду если будете разбирать и в гайке у нас установлен подшипник и в подшипнике втулка как часто делают в более дорогих катушках то есть вот таким образом это выглядит надеюсь будет видно то есть здесь установлен подшипник который отвечает за вращение ротора плавно а в подшипнике внутри втулка которая соответственно сглаживает движение штоков в ротор для усиления плавлена вот такая металлическая вставка насколько я понял то есть сам ротор пластиковый ну или какая-то там смесь с карбоном как обычно пишут а вот эта часть металлическая внутри вот видно ее граница вот такая квадратная вставка не знаю как камера передаст но в общем я вижу что она из металла и она не достается она каким-то образом туда вплавлено механизм возврата дужки у нас пружинный и проблем с ним быть не должно посмотрим что у нас в ролике в ролике у нас подшипник надеюсь будет видно вот такой вот подшипник выкрутил я два винта и снял вот такой защитный экран выкрутил винты корпуса давайте посмотрим как у нас устроен механизм в крышке вставить подшипник и вот таким образом у нас работает катушка с одной направляющей смазка присутствует думаю будет видно итак выкрутил я винт штока достанем шток давайте еще диаметр ведущей шестерни вам покажу вдруг кому-то будет полезным в тысячном размере порядка двадцати трех с половиной миллиметров и достанем ведущую шестерню все в смазке думаю будет видно пересмазывать катушку после покупки точно не нужно вот так выглядит направляющая снимем каретку и посмотрим что у нас под паразитной шестерней а паразитная шестерня у нас также стоит на подшипнике вот думаю здесь будет видно подшипник и соответственно второй подшипник ведущей шестерни поэтому наверное такой хороший ход плюс подшипник ротора плюс система с направляющей а не с прижимной пластиной поэтому ход за эти деньги очень даже неплохой итак скинул я пружинку стопора обратного хода выкрутил винты и достанем ведомый вал вот таким образом у нас выглядит и установлен по сути на трех подшипниках один внешний один роликовый и один внутренний итак почитаем итоговое количество подшипников один у нас под шпулей один в гайке ротора это два два на ведущем валу это четыре один в паразитке это пять один в ролике это шесть и три на ведомом валу это девять и соответственно десятый мы видели в кнопе значит в кнопе установлен один подшипник получается все подшипники на месте и смазка соответственно везде присутствует думаю вы видели сами итак подведем небольшие итоги по этой катушке укладка на четверочку провалов нет но катушка немного не давать по краям с другой стороны и более дорогие катушки часто также укладывают леску и петель при этом не кидает это я проверить не могу так как сейчас зима если конечно ее можно назвать зимой в этом году по люфтам все неплохо количество подшипников соответствует заявленному смазка также присутствует и разбирать катушку после покупки я смысла не вижу ну и конечно радует вес в тысячном размере за эту стоимость не так много вариантов с таким весом и для желающих бюджетно попробовать ультралайт ловлю она может быть интересна ну и в других размерах напомню она выпускается и как обычно стоит она своих денег или нет каждый решит сам актуальные цены проверяйте по ссылкам внизу в описании к этому видео если вы считаете этот обзор полезным то поставьте лайк все вопросы при желании оставляйте в комментариях подписывайтесь на канал и всем не хвастанье чешуи и до новых встреч и до новых встреч пока в следующем году Продолжение следует...